Роман Карасев Эта школа известна тем, что это первая школа вообще в мире, где занятия для учащихся проводились на иврите, начали проводиться на иврите Школа основана в 1886 году, ну и давайте мы зайдем внутрь Вот это, видимо, самое старое здание, которое было впервые построено Здесь даже вот вы можете увидеть таблички, что эта школа построена в 1886 году Ну, как я уже сказал, здесь впервые проводились, начали проводиться впервые в мире занятия на иврите И сейчас мы ищем наш спортивный зал, где проходят занятия дзюдо Ну вот, мне сказали, где находится этот зал Я сейчас пойду туда Так И мы найдем этот уютный зал Я надеюсь, что он очень хороший, уютный Вот я обхожу школу И посмотрим, где зал А клуб называется Самурай До Ну вот, я сейчас покажу вам весь комплекс клуба Самурай До Посмотрим все залы, пройдемся по ним, посмотрим, как там сейчас проходит тренировка детская И вы увидите, как все устроено здесь Итак, пошли Вот мы входим Здесь кубки, медали, достижения клуба в соревновательной деятельности по дзюдо, самбо Сейчас мы зайдем непосредственно в зал дзюдо, где проходят тренировки Вот здесь сейчас идет тренировка Итак Идем дальше Сейчас мы спустимся в тренажерный зал При входе в тренажерный зал у нас встречает Кодекс чести дзюдоиста Это профессионально оборудованный зал для физподготовки, так называемая качалка Здесь еще вот такой зал для тренировки тяжелой атлетикой и так далее Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета дзюдо» С вами Роман Карасев и наш гость нашего сегодняшнего эфира Павел Мусин И мы находимся в его клубе дзюдо и самбо, который называется «Самурайдо» Здравствуйте Возможно вы видели А сегодня я уже вот в гостях в Израиле Вот так вот случается Ладно вас видеть Павел, ну давайте начнем с того, как вообще организовался клуб дзюдо В каком году, как пришла идея, почему клуб дзюдо и самбо, ну вот это все соединение Как получилось так, мы начали в принципе клуб наш дзюдо И как общество он организовался в 1996 году на базе частного спортивного клуба Который мы организовали чуть-чуть раньше, мне было тогда 19 лет И приходя в качалку здесь в нашем городе Еще скажу даже предисловие такое В то время в Израиле было очень мало клубов дзюдо По всему Израилю, ну может быть, было 10-12 клубов И вот приходя в качалку, я видел группу маленьких ребят, которые ожидали своих родителей, пока они качались там Сходили с ума в маленьком зальчике И я предложил их тренировать дзюдо И изначально у меня уже было 8 человек, которые там потихоньку сходили с ума Вот я их набрал Там в этом зале были маты Мы постелили маты и я начал их тренировать И вот с этого как бы появился наш, в принципе, это первая группа, это первый клуб Постепенно эти группы выросли, в 4-5 групп И этот зал, качалка, в принципе, закрылась И у меня не оставалось выбора, как открыть свой частный зал Потому что уже были группы, уже были ребята, все хотели тренироваться И мне было интересно И вот так мы открыли свой зал дзюдо И через год мы, в принципе, открыли общество Вы начали тренировать, то есть уже в первые шаги, это в 19 лет Где вы обучались дзюдо? Ну, такая немножко из истории вашего прихода личного в дзюдо В принципе, я начал дзюдо в городе Львов, Украине В обществе Динамо У Павла Юрьевича Осачева, покойного Дальше я продвинулся в Олимпийский резерв Динамо Тогда тогда Ульфтушова тренировался И буду 15-летним спортсменом Чемпионом Украины, призером Кубка Украины Член сборной команды Выступаю по кадетам уже три турнира выиграв Три медали на турнирах международных Польша, Чехия, уже не помню третью страну Я приехал в Израиль 15 лет Репатриировался в Израиль уже будучи спортсменом И здесь продолжил занятия Мы с вами Динамоцы Я тоже в Динамо, только Москва Очень приятно И приехал в Израиль 18 лет Я прошел курс инструкторов При институте спорта Израильском имени Вингита Это такой полуторамесячный курс Проживаешь на месте, учишься с утра до вечера Обучение, все, тренировки И, пройдя этот курс, получил аттестат Я уже имел право тренировать Со временем я поступил на курсы трениров Закончил двугодичные курсы трениров В дальнейшем я закончил еще двугодичные курсы Трениров высших достижений Потом закончил институт Высшая степень Первая степень по Русском Физического воспитания Не, не физического воспитания Воспитание То есть Педагогический Педагогический институт Вот так Постепенно, постепенно Получается так, что вы в своем городе, в который приехали Решен лице ООН Здесь же открыли клуб дзюдо Да На тот момент вы уже прекратили такую активную спортивную деятельность или еще продолжали? Нет, я продолжал активную спортивную деятельность до 2001 года Выступал за сборную страны, ездил на соревнования И параллельно совмещал это с тренировками Параллельно в этом клубе уже развивались другие виды спорта Тренера работали Ну, в принципе, здесь все израильские клубы в основном были на самоокупаемости, частные клубы И так постепенно из частного клуба мы превратились Значит, официальная дата создания клуба Самурайдо Это 1 сентября 1996 год Запомните Как на сегодня развивается клуб? Насколько клуб имеет большое количество учеников? И с какого возраста занимаются? Какие направления клуба есть? На сегодняшний день клуб имеет 22 филиала То есть это не только Решуэлл? На сегодняшний день мы находимся как бы в нашем центральном филиале В городе Решуэлл-Лицион у нас есть 16 филиалов И мы еще находимся в соседних городах Таких как город Мессиона Рамли Раховат И город Ариэль Это немножко далековато от города Решуэлл-Лицион Но так получилось, у нас так сложилось Я всю жизнь выступал, хотя тренировался в клубе в Петахтыкве Всю жизнь выступал за команду, которая называлась Макаби Ариэль Будучи ни разу не быв в этом городе В городе Ариэль Я всю жизнь выступал, всю свою сознательную жизнь здесь спортивную Я выступал за Макаби Ариэль И несколько лет назад, такая курьезная ситуация Один из моих товарищей стал замом мэра города Ариэль И пригласил меня в гости Приехал к нему, позавтракал, он говорит Я хочу, чтобы ты открыл здесь дзюдо И тем, я тебе что-то покажу Недалеко от его дома Находилось такое полуподвальное помещение Но оно такое большое, солидное И мы подходим к этому помещению А я все отпирался, все не хотел Далеко, как я здесь буду тренировать Как я здесь буду держать спортсменов, тренеров И подходя к этому зданию Я вдруг увидел вывеску Такую выгоревшую на солнце вывеску На котором написано Макаби Ариэль То есть это тот клуб, который я представлял всю жизнь, будучи спортсменом И я подумал, это какой-то все-таки знак И мы открыли там клуб Он великолепно там работает Город небольшой Там у нас есть около 120 спортсменов Тренируется Там уже, в принципе, даже вырос Тренер, который сегодня работает Молодой тренер, который там работает Но, в принципе, вырос там И уже продолжает тренировать и развивать уже молодежь Какой возраст Контингент занимающихся Занимается в Израиле В принципе, приходит на спорт с четырех лет С четырех лет и до восемнадцати, девятнадцати, двадцати лет Ну, у нас есть как бы здесь в центральном отделении У нас есть группа взрослых Даже есть группа, скажем так Ветеранов дзюдо Родители, там, или Спортсмены, бывшие спортсмены Которые продолжают тренироваться Даже у нас есть спортсмены, которые 72 года Приходят, постоянно тренируются Два раза в неделю Дзюдо, самбо идут параллельно Или как-то это потом постепенно выделяется В направлении самбо Мы, в принципе, в прошлом интервью обсуждали Это, что, в принципе, мы сделали четкое разделение Здесь самбо и дзюдо Но Набор на самбо Здесь очень тяжело проводить набор на самбо Если мы объявляли чисто набор на самбо И открывали чистые группы самбо То приходили в основу ребята 15-16 лет Которые ищут именно боевое самбо Как такого спортивного Мы не смогли никак поднять группы спортивного самбо И поэтому, скажу честно Мы зазываем всех ребят через дзюдо Начинаем с дзюдо Постепенно добавляем тренировку Раз в неделю, в дальнейшем Два раза в неделю тренировки самбо И для общего развития И для того, чтобы познакомить их с еще одним видом спорта И со временем, к 14-15 годам Ребята выбирают, где им более комфортно Где им более нравится А что им больше нравится – дзюдо, самбо И выбирают уже направление Те, кто направление дзюдо Они уже 16-17 лет В сборной дзюдо и так далее Те, кто больше любят самбо Тянет их больше К более Разнообразной борьбе Они идут в самбо Помимо самбо дзюдо что-то еще культивируется? Да, в нашем клубе культивируются и ушу И санда, и тауго У нас есть и джиу-джитсу У нас есть айкидо и бокс Ну, то есть это все единоборства Единоборства, да, это клуб единоборств Единоборств Цель занятия дзюдо Все-таки направлений много Ну, мы берем дзюдо, самбо Вы перед своими учениками Какую преследуете цель? То есть это как хорошее место провождения для здоровья Или это все-таки основная цель – это воспитание человека? Я скажу честно, изначально, как молодой тренер, моя цель была только результаты Соревновательные Да, соревновательные результаты, достижения, медали и так далее Это было все мое стремление Но со временем, заполучив результаты и медали чемпионата мира и Европы Я пришел к тому, что не все могут быть чемпионами великими И это великолепная система для и физического воспитания, и воспитания молодежи просто И на сегодняшний день я не менее рад тем ребятам, которые добиваются успехов просто в жизни, а не только на ковре Не менее рад их успехам, чем медалям на чемпионатах мира и Европы За практически 26 лет, как существует клуб, уже понятно, что есть какая-то преемственность в поколении То есть я вот сегодня буквально, да, мы увидели, что уже приводят там внуков или детей или как Такое происходит? Да, конечно, конечно Сегодня уже наши бывшие спортсмены, которые первые наши, как бы, спортсмены клуба Приводят своих детей, уже некоторые борются на международном уровне Она уже пока детям, уже на международном уровне И это приятно всегда видеть, как С поколения в поколение это передается, как Такая важная очень деталь, важная часть воспитания ребенка И мне очень приятно видеть это Вы сказали про клуб в городе, где филиал далекий город Ариэль И там ваш друг, который сейчас в мэрии, так называемой Здесь в Ришон, Лиционе или в других городах тоже идет взаимодействие с государственными службами? Я считаю, что без государственных служб, более в Израиле, очень тяжело развивать действительно спорт И спорт высших достижений тем более Поэтому, да, мы имеем очень хорошую связь здесь в городе Ришон, Лицион с отделом спорта Мы работаем практически в тандеме с отделом по спорту Мы участвуем во всех их мероприятиях Они нам помогают организовать наши мероприятия Международные турниры, финансовые И всеми возможными рекламировать наш вид спорта Входить в школы Мы в городе Ришон Лицион проводим школьный проект в 8 школах В этом году, с этого года мы начали проводить и по дзюдо и по самбо Это школьное дзюдо такой проект? Да, в некоторых школах это школьное дзюдо, в некоторых школах это школьное самбо Ну это такая мировая тенденция сейчас и по самбо и по дзюдо Привлечение еще со школьной скамьи, да, детей Это целые уроки или все-таки такое как бы просто вовлечение? Нет, это полноценные уроки Даже в этом году мы планируем провести турниры между школами Даже в этом году мы хотим провести турниры между школами Потому что мы это проводим уже четвертый год подряд Уже есть ребята, которые тренируются несколько лет подряд Которые неплохо стоят на ковре Показывают неплохое дзюдо Конечно, мы хотим немножко как-то упростить правила Чтобы уменьшить немножко травматизм Но все равно это будут полноценные соревнования И мне кажется, кроме того, что вовлечь ребят Привить им дзюдо со школьной скамьи Это, мне кажется, отличный проект Еще одна маленькая такая деталь Мы в этом году выиграли тендер Государственный тендер на развитие женского спорта И на данный момент мы имеем возможность Помощь государству на развитие женского спорта В трех видах дзюдо, самбо и ушу Три вида, на которые мы выиграли тендер И начали уже проект Вот с первого сентября начали проект И надеемся, что это подойдет Количество девочек занимающихся На сегодняшний день Из тысячи спортсменов У нас занимается тысяча спортсменов Это по всем филиалам Которые относятся к нашему обществу К нашему клубу У нас почти четыреста чем-то девочек занимается На мой взгляд это великолепный показатель Тем более такой страны, как Израиль В котором женский спорт Тем более такие виды единоборств Не очень приветствуются родителями И даже где-то родители пытаются это приостановить В определенном возрасте И боясь того, что девочки разовьются более Мужественных И более мужеподобных я знаю Как это вот такой страх у родителей есть Скажу телезрителям, что Моя дочка занималась самбо Призерка мира по кадетам И дзюдо, и самбо Чемпионка Израиля была про дзюдо в свое время И великолепно, красивая девочка Спортивная, развитая, но красивая Согласен, здесь скорее больше влияет не сам вид спорта А может быть генетическая предисположенность Физиологическое развитие где-то Бывают девочки более коренастые, бывают высокие Конечно, я не думаю, что фигура значительно меняется Опять-таки, если грамотно заниматься с детьми Девочками, то можно, в принципе, не изуродовать Так сказать, да? Да, согласен Хотелось бы узнать, в дзюдо есть направление Ну, рандури, так называемые, где спарринги Есть направление кота Насколько вообще в Израиле Кота дзюдо популярны Ну понятно, рандури это все борются Но вот направление кота дзюдо Насколько оно популярно в вашем клубе и в частности в Израиле? Ну и вообще в Израиле? Практикуется ли такое? Кота на протяжении всех лет, что я вот здесь нахожусь в присутствии в дзюдо Очень мало культивировалось Единственное, где это было культивировалось тогда на экзаменах на пояса На коричневые, черные и так далее Поэтому, в принципе, все тренера и все спортсмены, которые выше коричневого пояса, черного пояса Они владеют знаниями по кате только из-за того, что нужно для сдачи на пояса Ну это нагину кота в основном Да, нагину кота и так далее Все, кто сдает на второе, на третье, на четвертое, да, он продолжает Последнее время, да, есть какое-то все-таки движение в сторону развития этого направления дзюдо Но очень слабенькое, очень слабенькое В нашем клубе мы в прошлом году провели три семинара по кате Но, как такого большой заинтересованности в этой сфере У меня в клубе, как бы, не было, да То есть они приходят, потому что, как бы, мы Мы организуем, да, то есть, я не могу сказать, заставляем Мы проводим, вот они приходят А вот как именно заняться этим видом и выступать по этому виду Заинтересованности нет В нашем плане Как конкуренция внутри Решен Лицеона? Есть ли вообще еще клубы дзюдо помимо вашего? О, конечно Я сказал, в начале 90-м году, когда мы приехали, было здесь 12 клубов дзюдо по всему Израилю Сегодня только в одном Решен Лицеоне есть 34 точки, где проводят занятия дзюдо То есть 34 филиала, клуба То есть это не только самурай-до? Не только самурай-до, это только 16 филиалов, это самурай-до Все остальные филиалы на данный момент, в принципе, в городе провели такую Реконструкцию всего спорта в городе, да И немножко упорядочили весь спорт в городе На сегодняшний день было такое предложение оставить только одно общество, которое будет вести все дзюдо в городе И я, честно говоря, сопротивлялся этому Потому что изначально соревнования между клубами меня настораживало, скажем так С другой стороны, я понял, что когда есть еще какой-то клуб, который пытается продвинуться, выступить, обойти тебя и все Это меня держит в тонусе Мне не дает расслабляться Наоборот, дает мне еще больше инерции работать и развиваться дальше В профессиональной степени Поэтому я был один из противников того, чтобы ставить один клуб На последней стадии оставили, в принципе, три общества, которые работают в городе Развивают клубы Есть определенный порядок, как это все распределено И работают три клуба Три клуба и в общей сложности? В общей сложности 3-4 места А сам город решен лицом? 320 тысяч К вопросу о, так назовем в кавычках, национальной принадлежности или не национальной, а выходцев Ну, Израиль, страна, которая имеет выходцев с разных стран, да? Понятно, что о национальности мы не говорим Но, допустим, в основном в вашем клубе это выходцы из бывшего Советского Союза или все-таки есть разные? Скажу, в начале нашей деятельности 90-х годов, в начале 2000-х годов это считался русским клубом У нас было 90-95% всех спортсменов в клубе Это выходцы из бывших стран СССР, СНГ Я, в принципе, приехал в СССР На данный момент даже те, кто уже говорят по-русски, они уже как бы Третье, четвертое поколение, которые здесь родились, выросли И у многих даже, многие даже дети, я знаю, что родители говорят по-русски, многие дети уже даже не говорят на русском языке Разговаривают с родителями на иврите Поэтому, если так еще и определить, в городе Рамли у нас пол клуба арабы Ребята арабской национальности Половина евреев, половина арабов Там больше у нас, в том городе, больше Бухарская община большая Там у нас есть очень много ребят Бухарских Выходцев там И арабы То есть, есть у нас выходцы со всех Со всех частей света В заключение нашего интервью Я думаю, мы еще сделаем несколько интервью Тем более, ну так, сразу наперед скажу, что Супруга Павла известная Израильская, дзюдоистка, самбистка А также выступающая, выступавшая за Великобританию Элис Шрессингер, да? И я надеюсь, что получится у нас тоже В следующем может мой приезд встретиться с ней И пообщаться на тему ее дзюдо, ее самбо Вот Хочу попросить Павла, чтобы Сказать что-то такое веское С точки зрения, ну не так, в кавычках Оправдания дзюдо, самбо Почему вообще стоит прийти и заниматься дзюдо и самбо? Я не разделяю эти два вида спорта По причине того, что Сегодня в конце видео нашей беседы Я вам презентую одну книгу И вы поймете, почему я не разделяю В глобальном плане Вот Скажите что-нибудь зрителям Почему стоит вообще Попробовать заняться и остаться? Ну, мне кажется, это великолепная система воспитания детей Не только физического, но и воспитания как личности Потому что и в дзюдо, и в самбо вложено очень много духовного воспитания И на ковре С помощью этого вида спорта намного проще, намного легче Передать ребенку Вот этот дух И связать его, привязать его к какому-то виду В дополнение ко всему это великолепное развитие, физическое развитие ребенка Сегодня век кнопочных Кнопок Оторвать от телевизора, от компьютеров, от смартфонов детей И привезти в зал Мне кажется, это в первую очередь нужно для детей Потому что чем дальше у нас Какая-то идет генетическая деградация Всего человечества И вид спорта нам только может помочь и спасти Ну вот, уважаемые дамы и господа Те, кто смотрит наш репортаж непосредственно в Израиле и вообще по всему миру Зайдите в решенный лицион, зайдите в филиалы, найдите клуб «Самурайдо» Спросите, попробуйте сами, приведите ребенка Возможно, как говорится, вам понравится то яблоко, которое вам предлагают Итак, я презентую книгу, которая называется «История становления самбо» Это большой труд Написал известный ученый-историк Мастер боевых искусств, он в частности практикует карате Ну так, его начальность, хотя он изучал дзюдо Алексей Горбылев Он кандидат исторических наук, владеет японским, китайским, много ездит в Кадакан Это большой его труд Первая часть, которая называется «Введение. История становления самбо» Первый том Вообще, планируется несколько томов, они последовательно будут рассказывать Вот, эта книга передается вам Она вышла только буквально в конце 2021 года Вот, я думаю, в Израиле ее еще никто не имеет Сто процентов, я захожу в русские магазины, ищу книжки Она очень-очень объемная, исторических материалов много Огромное спасибо, большое спасибо Это действительно достойный подарок Это еще не все И еще я презентую новое издание книги «100 уроков самбо» Эта книга еще в далекие 70-е годы была написана Да, я помню такую книгу, но она такая была в тоником переплете Евгением Михайловичем Чумаковым, известным педагогом, мастером самбо, который воспитал плеяду известных самбистов, которые потом стали первыми призерами Олимпийских игр 64-го года Это переиздание, очень такая объемная книга Под редакцией Сергея Евгеньевича Табакова Очень приятно Тоже вам Спасибо, большое спасибо за подарки Отличные подарки, супер Так что мы образовываемся и стоим на месте Спасибо большое Дамы и господа, на этом мы заканчиваем Спасибо, что смотрели наше видеоинтервью с Павлом Мусиным До новых встреч До свидания, спасибо Ну вот, мы побывали с вами в клубе «Самурай До» В центральном клубе, который находится в городе Ришон Лицеон Так что будете в Израиле, или если живете в Израиле, заходите в этот клуб Думаю, вам здесь понравится До новых встреч До новых встреч До новых встреч